Всем добрый день. В первую очередь с победой. Всех хочу поздравить наших болельщиков. Хороший результат в плане, что обыграли 3-0 команду, которая, честно вам скажу, в последнее время показывает очень хороший футбол, то, что мы анализировали. То есть были моменты, к которым мы серьезно готовились. И, в принципе, наш план, наверное, сработал. Мы попросили ребят начать очень активно с первых минут забить гол. То, что и получилось в первом тайме. То есть в начале первого тайма. Потом стандарт. Уже было 2-0. И где-то, наверное, концовка первого тайма немножко, наверное, чуть провалили. В том плане, что дали Гомелю, наверное, в некоторый момент именно контроля мяча не получалось. У нас немножко у них это брать мяч. Но при этом имели, опять же, хорошие моменты, чтобы реализовать их. В перерыве с ребятами поговорили и сказали, что после перерыва, скорее всего, Гомель начнет нагнетать, потому что им ничего не оставалось. Но чтобы они были готовы. И когда вышли, забили третий гол, уже, естественно, стало нам полегче. То есть единственное, что уже касается второго тайма, имели очень много моментов в том плане, что могли реализовать. Но и в силу того, что и у наших ворот начали возникать эти моменты, это, наверное, более не очень понравилось. В том плане, что начали допускать ошибки, начали небольшие разрывы между линиями. То есть легко, как бы, Гомелю создавать опасные моменты возле наших ворот. Спасибо. Вопросы? Да, в футбол Беларуси. Сегодня у вас заявка наполняет. Почему? Ну, по объективным причинам. У нас заболел Влад Калинин незадолго до игры. За два дня у него температура. Плюс ко всему у нас там Блатыхов еще, играя за дубль, получил травму. Демченко все равно тоже выходил с травмой, потому что вот этих молодежь, молодежь. Плюс у нас есть микроповреждения другие. То есть из-за этого у нас не было полной заявки. Сегодня можно сказать, что вы показали в мастер-класс, как можно играть без травмозащитника, который исполнял сегодня Быков и убегал вперед на 10-20 метров от остальной обороны. Ну, не то, что там мастер-класс. В том плане, что Артем, в чем у него преимущество, наверное, тоже есть, что он универсальный игрок. То есть и в Бресте он играл не только правого и левого защитника. Это, конечно, для меня, как для тренера, очень хорошо. В том плане, что я могу даже такое стечение обстоятельств, что там Рома Бегунов получил травму, там Калинин заболел. Есть варианты, где можно использовать другого футболиста. Впереди пауза на сборной. Помню ли вы о тренированных игроках. Это же, то есть инкутирование успеет как-то восстановить заваленную паузу? Ну, хотелось бы, но у Антона проблема в том плане, что затянулось его лечение. Пока-пока-пока-пока тяжело отдать однозначный ответ, потому что было опять очередное обследование. То есть есть у него еще дискомфорт, он не может на полную тренироваться. Еще вопросы? Здравствуйте, спарринг. Как пройдет в следующие выходные? Может быть, с кем-то спарринг? Да, запланирован спарринг у нас запланирован в следующую субботу. Будем играть. С кем? С Арсеналом. Еще пока не решили. Вы сказали перед этим, что за два дня до этого матча поднял температуру. То есть у вас фактически был только один день вчера, чтобы с таким составом, с такой, с таким составом обладать? Ну, в принципе, да. В принципе, один день. Еще по-другому тоже. Да, нет проблем. Не играет сейчас несколько матчей уже Вакулич, потому что Ауриньо хорошее. Ну, вы правильно отвечаете. То есть Леша Вакулич получил травму, пропустил там немного, но в это время его заменил Ауриньо по некоторым компонентам. Ну, и как бы он еще, как бы, еще, наверное, на 100% не готов, тоже Леша, как бы, в это. Ну, и Ауриньо, как бы, получил свой шанс. В принципе, некоторыми моментами мы очень довольны. То есть у Ауриньо есть свои, как бы, плюсы, у Леши есть свои. Пока мы остановились на выборе, наверное, Ауриньо. Вам нужен был свой переместоколинный ременчик какой-то. Почему Ложкин, а не будет девчатка? Я вам больше скажу, что это хорошо, что вообще там, ну, Демченко вообще целую неделю, практически, чтобы вы понимали, не тренировался. То есть Демченко вышел сегодня, ну, как бы сказать... Это вот вы говорили даже, что... Да, то есть у него была травма, он вышел с травмы, по большому счету. Просто у нас, как бы, ну, Лемитчик оставался, Ротехова я рассказал, ну, и оставался еще Хавалка. Понятно, что выбор впал на Ложкина. Но притом тоже мы понимаем, что Влад еще на 100% не готов после своей такой курьезной травмы, ну, как она курьезна, с глазом, который он пропустил две недели. То есть практически вообще ничего нельзя было делать. И мы сами прекрасно понимаем, что он пока что только набирает свои физические качества. Я думаю, за счет этого ему сегодня не хватило в каких-то моментах реализации либо момента, либо правильного продолжения атаки, там, в каких-то моментах были потери, невынуждения, наверное. Я, опять же, связываю, наверное, с этим. Еще вопросы? Спасибо. Если вопросов больше нет, спасибо. Пресс-конференция окончена. Пресс-конференция окончена. Пресс-конференция окончена. Пресс-конференция окончена.